Иду на выставку. Да что-то я картину совсем-совсем не вижу. Ты знаешь, я и автора тут не замечаю. Однако я автора тоже не замечаю. Ты знаешь, мне кажется, это что-то очень серьезное и умное. Значит, так и будем считать, что эта выставка загадка. Загадки начались с названий. Тело, пространство, имя. Каждый мог трактовать как ему угодно пустую комнату, оклеенную полосами белой бумаги кое-где в черной краске. Гости слегка терялись, но придя в себя, шли искать на что бы посмотреть. История Петербурга в смысле идентификации очень интересна. Есть Петербург, Петроград, Ленинград, снова Петербург. Это смена имен, смена состояния. Что-то вроде человеческой биографии. Йорк в процессе идентификации полюбил Петербург, выпросил денег на этот проект у своего правительства и поменялся именем с автором Игорем Баскиным. Поиски себя в другом у художников пока не дошли до обмена женами, потому что Йорк холостяк. Гостям выставки тоже предлагалось поискать себя путем фотографирования в пространстве и времени и оставить на белом надпись «Здесь был Вася», то есть Марина и Лена. Снимок далее обменивался на имя художников. Здесь будут приноситься предметы из города, с ними будут осуществляться какие-то действия, они будут располагаться вот в этом пространстве, которое одновременно является картой города. Чрево Петербурга было представлено настоящими продавцами семечек и лотерейных билетов с московского вокзала. Самым непонятливым вручались карты города с указанием состояния. Любовь, ненависть, движение, блаженство и почему-то воробей. Все на белом фоне. По ментальному опыту Петербурга очень много черного, но все-таки мы делаем искусство, и черное – это путь, а результат все-таки – это белое. Лен, ты что-нибудь в искусстве понимаешь? Вообще нет. Я тоже не очень, особенно в этом. Ну, говорят, что авангард – это вообще дело хорошее, но хотелось бы что-нибудь попонять. Не зря говорят, из ничего и получится ничего. Я не знаю.